Здравствуйте, уважаемые цветоводы-любители! Меня зовут Иван Русских и я приветствую вас на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами об весьма актуальной теме, а именно хранении луковичных цветов, луковиц, до времени их посадки. Особенно актуальна эта тема для тех, кто заказывает растения в интернет-магазинах. Интернет-магазины стараются упаковывать свои луковицы и вообще любой посадочный материал в наиболее спящем состоянии, так как он сохранится до момента получения его на почте в наилучшем виде. В принципе, точно так же стараются поступать и садовые центры, хотя условия хранения, как правило, цветов луковичных и другого посадочного материала в интернет-магазинах, больших складах гораздо лучше, чем в торговом зале, потому что в торговом зале создаются комфортные условия для покупателя и в меньшей степени для товара. Хотя продвинутые садовые центры хранят в своих магазинах луковицы в специальных холодильниках, которые можно открыть, залезть туда и, соответственно, получить оттуда луковицы. Что касается почты, когда луковицы идут по почте, то почта, в общем-то, не особо заботится о том, чтобы создать адекватные условия для хранения посадочного материала. И еще очень важный фактор сохранности посадочного материала – это своевременное получение заказчикам своего почтового отправления на почте. Потому что бывает так, что посылка уже пришла, находится она на теплом складе почтового отделения, а получатель потенциальный не идет, не идет, не идет, не получает ее. И она может там пролежать неделю, две, а то и три, а то и больше. И потом заказчик может быть недоволен тем качеством посадочного материала, который он получил. Хотя на самом деле никакой вины интернет-магазина в этом не было. В этом видео мы поговорим с вами о тех луковицах, которые, наверное, среди всех типов посадочного материала цветов сохранить наиболее просто. Вот у меня в руках луковицы, которые были предоставлены очень любезно интернет-магазинам про цветок. И это луковицы гладиолуса. Луковицы гладиолуса, как и близких видов к нему, это и ацидантеры, и тигриди, и тклезия. Вот такие они, и манпреция. Они закрыты чешуей. Вот у них характерный признак, что луковицы покрыты чешуйками. Вот такие луковицы могут сохраняться в спящем состоянии очень долго, причем вне зависимости от температуры. Дело в том, что для таких растений, как канна, для таких растений, как хоста, по сути, период покоя является вынужденным. Это не потому, что они физиологически находятся в состоянии покоя. Они находятся в состоянии покоя, потому что условия для роста и развития растений являются неблагоприятными. А вот у таких луковиц, как манпреция, крокосмия, гладиолус, ацидантера, тигридия, фрезия, для них существует нормальный физиологический период покоя. Поэтому, например, после выкапывания этой луковицы, как вы ее не греете, как вы ее не стимулируете, она не прорастет. В этом смысле тип этих луковиц схож с репчатым луком, который не начнет расти до того времени, пока не закончится его период физиологического покоя и не придет его пора. Самое главное при хранении этих луковиц обеспечить им сухое и прохладное место хранения. Иногда рекомендуют хранить их в холодильнике. На самом деле, холодильник для таких луковиц не является лучшим местом хранения, потому что в холодильнике, как правило, вот эта вот сухая чешуя отсыревает и на ней может появиться плесень. Также самая проблема может сопровождать эту луковицу при ее пересылке или при хранении на складах магазинов или торговых центров. Дело в том, что если не обеспечены сухие условия, луковица эта отсыревает и начинает сверху повреждаться плесенью. На самом деле, если плесень находится только вот на этой кроющей чешуе, в этом нет ничего страшного. Она мертвая, она не нужна и она все равно будет очищаться перед посадкой. Ну, хотя это и не является обязательным условием посадки таких луковиц, но все-таки рекомендуется. Ведь мы будем протравливать, обрабатывать стимуляторами роста, а чешуя вот эта вот сухая вовсе здесь ни к чему. Поэтому, если вы обнаружили плесневение, признаки плесневения, что вам надо сделать? Вам надо удалить заплесневелые луковицы и поместить их в сухое место для того, чтобы они подсохли и плесень дальше не распространялась. Если же вы их получили вот в таком вот идеальном состоянии, как у меня в руках, в этом случае вам нужно просто положить их в сухое прохладное место. Даже если вы их положите в теплое место, начнут прорастать они очень и очень медленно, в отличие от того посадочного материала, который представлен, ну так сказать, сочными вегетативными частями, там клубнями, луковицами, вот как у лилии такой вот сочной, хосты, корневища с почками, пионы, ну и что-то подобное, лилейники и так далее. Вот эти луковицы требуют только прохладного, сухого места хранения. Но даже если вы их поместите в теплое место и они начнут понемножечку расти, в этом совершенно нет ничего страшного. Выгонка таких луковиц для более раннего цветения тех же гладиолусов является нормальным агрономическим приемом, который так или иначе перед посадкой необходимо сделать. Я уверен, что проблем не должно у вас с ними возникнуть, если вы обнаружили какие-то признаки заболевания, их можно даже ножичком вырезать, такие луковицы хорошо заживают. Ну, а для пущей важности можно их присыпать какими-нибудь фунгицидами или еще толченым активированным углем или прижечь марганцовкой или даже йодом. Надеюсь, что наши советы вам помогут сохранить ваш посадочный материал без проблем до сроков его посадки. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик вот в этом углу и оставайтесь с нами. Всего хорошего! Субтитры подогнал «Симон»